Доброго дня и вы смотрите телеканал Самарагис и сейчас в эфире программа может кому-то покажется с необычным названием «Хочу домой». Это передача о бездомных животных, собаках и кошках, которые рождены и обитают волей судьбы на улицах. Но мы стараемся не просто поговорить об этой проблеме, но и найти пути ее решения и самое главное определить тех самых собак и кошек, которые обитают на улицах и в основном в приютах. Если вы хотите, если вы хотите не просто послушать, о чем мы говорим с нашими гостями студии, а своими конкретными действиями помочь собакам и кошкам из приютов, найти свой новый дом и любящих хозяев, обращайтесь к нам после эфира. Смотрите прежние выпуски, где указаны адреса, телефоны, приюты и самое главное – видеовизитки, рассказывающие о собаках и кошках, готовых к жизни в новых семьях. А сегодня в нашей студии мы пригласили руководителя Самарской областной общественной организации защиты животных «Надежда» Амаль Баева. Здравствуйте. Амаль, здравствуйте. Думаю, у нас сегодня будет веселый, хороший, непринужденный разговор, но весьма о такой серьезной проблеме. Постараемся так, чтобы было интересно. Расскажите, вот я где-то несколько лет назад приезжал туда в район Иисково, ну, южный город, и снимал сюжет, репортаж о вашем приюте. Вы оттуда сейчас уехали. Почему, зачем и куда? Мы переехали этой зимой, мы переехали в Новокуйбышевск, ну, южный город активно строится, плюс вокруг него тоже уже строятся частные коттеджные массивы, и мы поняли, что для приюта для собак там больше не место, поэтому мы арендовали другую территорию в промышленной зоне, и сейчас располагаемся там, в районе Новокуйбышевска. А вот скажите, пожалуйста, район Новокуйбышевска, ваша зона ответственности, есть какая-то зона ответственности, или вот в вашей сфере влияния, скажем так, подбираете собак из каких районов? Ну, в основном это Самара и ближайшие города, ну, так вот сложилось, что Самара это и Новокуйбышевск, и окрестные населенные пункты, там, Курумыч, Мирный, Краснояр, это все, ну, с чем мы часто имеем дело. А Тольятти, это уже такая отдельная история, там, свои у них сильные приюты, зоозащитная организация, то есть в Тольятти мы, но тоже бывали у нас собаки из Тольятти, бывали там из Нурлаты, вообще из других каких-то городов, потому что подбирали их, например, из Москвы к нам приехала собака, ее подобрали самарцы и привезли сюда. Понятно. Скажите, вот территория, которую я видел прямо на днях, когда побывала у вас, ну, довольно-таки такая небольшая, какое количество сейчас собак вы можете у себя разместить? Не больше ста. И мы не планируем увеличить это количество, то есть мы пробовали по-разному, мы содержали и 300 собак одно время, вот, ну, в итоге, сколько ни возьми, все равно мало, все равно мы делаем недостаточно, все равно мы не можем справиться вот с таким потоком брошенных бездомных животных, которые оказываются на улице. Поэтому, ну, вот сейчас мы решили пойти по пути вот лучше меньше количества, но выше качества содержания, качества условий жизни каждого животного. Ну, наверное, где-то мы найдем баланс между количеством и качеством, но пока мы в процессе. Вы сказали о том, что брошенные животные, а вот какое количество брошенных животных? Больше или меньше? У нас, наверное, такая искаженная статистика, потому что в поле, ну, в наше поле зрения попадают только брошенные, прежде всего, собаки, потому что дикие собаки, особенно там во много, ну, не в первом поколении, они обычно не особо контактят с людьми, да, они там сами по себе живут, ночью выходят, кормятся на поймойках. Мы имеем дело, прежде всего, с брошенными животными, и да, у нас ощущение, что их, ну, как минимум половина от общей численности бездомных животных. То есть вы хотите сказать, что половина собак – это все-таки выброшенные людьми? Ну, не могу сказать, да, половина от какого, конечно, но я считаю, что их, по крайней мере, очень много. И половина собак, которых мы с вами видим на улицах, это брошенные людьми собаками. Мы их видим, потому что они тянутся к человеку, они ищут контакт, а дикие собаки, они живут сами по себе, не особо контактируя. Мы ведем группу «Я потерялся» в ВКонтакте, где мы публикуем объявления о брошенных и потерянных животных, да, ну, как люди думают, там, потерянных. Ежедневно это порядка 50-60 объявлений каждый день, ну, новых собак, новых кошек. То есть вы представляете, какое количество там за месяц и за год. А вот, кстати, по поводу кошек, я, по-моему, я заметил, что все-таки сейчас в новых районах кошек стало не так много, и даже вообще я их не вижу. В связи с чем это связано? С тем, как строятся новые дома. То есть в старых домах есть подвалы, есть продухи, в которых могут прятаться кошки. Старый центр – это вообще просто идеальная среда для кошек. Это, я не знаю, мне кажется, это уже туристическая достопримечательность. Коты старого центра, они везде, им есть где спрятаться. В новых районах такой возможности у них нет, им негде прятаться, поэтому они там и особо не живут. Как часто сейчас приезжают к вам люди и забирают у вас собак из приюта? Ну, кстати, хочу сказать, что мы были свидетелями, я думаю, сейчас мы поставим эту видеокартинку, мы были свидетелями, когда прям на наших глазах мы еще не успели уехать, приехали люди, и они вот решили выбрать себе собаку из вашего приюта. Но довольно-таки, знаете, на что я обратил внимание, я обратил внимание на то, какой подход у них. Они говорят, мы вот хотим взять собаку себе для того, чтобы выезжать с ней на природу. А вопрос вашего сотрудника, а в остальное это время, вы куда будете собаку девать? То есть вопрос у меня такого плана, взяли люди собаку, иногда не подумав, или чаще всего они думают, с чем им придется столкнуться. Для этого мы задаем вопросы, для этого, когда человек приезжает, мы задаем очень много вопросов, порой это неприятные вопросы, провокционные, и, наверное, людям кажется, что мы лезем там им в душу, в их личную жизнь, но для нас важно понимать, что человек обо всем подумал, предусмотрел какие-то моменты. Особенно, например, там приезжает молодая пара, они только недавно съехались, и вот решили завести собаку или кошку. То есть мы им задаем вопрос, а с кем останется животное, если вы разойдетесь? Ну, часто обижаются на этот вопрос, но тем не менее, это одна из самых... Да, да, никогда, да, будем до гроба вместе, но именно это становится частой причиной возврата животного в приют, или того, что она оказывается на улице, если они там купили где-то, или взяли на авито, и, ну, понятно, не смогли вернуть продавцу. Вот, то есть вот, да, мы задаем обязательно вопрос, мы можем отказать, мы можем объяснить человеку. Кстати, вот как часто вы отказывали? Или отказываете, или бывает? Отказываем, и отказывали, отказываем, и будем отказывать, это бывает, ну, наверное, процентов 10-20 случаев. То есть, ну, обычно, иногда это уже на этапе телефонного звонка понятно, что человек или, ну, не совсем понимает, что он, с кого он собирается завести, или он вообще не подходит под наши критерии, там, например, я хочу взять на дачу, а осенью вам верну, ну, нет, не наш вариант, да, ну, вот так вот. Бывает. Да, 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 бывает, бывают всякие разные ситуации, или, там, я живу на съемной квартире, разрешения от хозяйки нету на проживание, ну, животное, то есть, ну, это однозначно возврат. Вот 95% таких случаев заканчивается возвратом, потому что хозяйка узнает, что в ее квартире живет животное, а напротив нам возвращают животное, поэтому это вот, когда мы начинали сейчас, мы уже сразу это выясняем. Лет 10 назад все-таки собак, бродячих было не так много. Почему сейчас такое количество собак появляется на улицах нашего города? Я вот не соглашусь, что их было не так много, мне кажется, их было намного больше, чем сейчас. Ну, хорошо, тогда, не лет 10 назад, а, наверное, вот до 2000-х годов, до 2000-х годов, и тогда еще как-то работало спецавтохозяйство в нашем городе, ну, и во многих городах, на самом деле, России. Думаю, это не заслуга совершенно спецавтохозяйства, дело было в другом, то есть, ну, в советское время была определенная система того, как ты мог завести животное, то есть, ты не мог просто там пойти на авито, взять любого котенка-щенка и потом, я не знаю, делать с ним, что хочешь. То есть, какой-то был, ну, более-менее контроль, надо было... Ну, это было не так просто, была единственная точка, птичий рынок, там было не так много животных, которых можно было взять. И все-таки, насколько я помню, из детства собак тогда умер в шляле. Умер в шляле, да, да. Но сейчас изменилась культура обращения с животными, то есть, сейчас любой может завести животное. Это стало очень доступно, то есть, не вот как там за щенком овчарки ты стоишь в очереди и ждешь, когда ты сможешь купить щенка овчарки. Нет, сейчас это, ну, там, ежедневно, если опять-таки посмотреть авито, там, тысячи предложений котят, кошек. И вот это вот началось с 2000-х годов, то есть, как снежный ком. Размножает животных, мнит себя заводчиком, каждый второй владелец, да, скрещивает между собой. То есть, мы находили там интересные смеси, там, я не знаю, там, мопса со стафом, китайской голой со стафом. То есть, что-то такое вот пытаются изобрести, да, по породу, там, алабаи, которых делают из дворняжек, обрезая уши, хвосты. То есть, такое абсолютное отсутствие какого-либо контроля и большое предложение в итоге приводит к тому, что много животных оказывается на улице. Вот у меня вопрос хорошо пришел, прям очень коротко, потому что у нас сейчас прямо на подходе будет хороший сюжет. Ну, не знаю, хороший или нет, это вам оценивать. На подходе сюжет. Люди приходят и говорят, мне надо собаку, но очень молодую и желательно щенка. Многие уверены, что если они берут щенка, значит, эта собака, как говорится, она вот прям вот их родная. Ну, есть такое мнение, что нужно взять щенка и воспитать его под себя. Да, но есть такая проблема, что далеко не каждый справляется с тем, ну, с воспитанием под себя и вообще с воспитанием, там, городской собаки, да, какие-то элементарные навыки. Я не говорю о том, что, там, какие-то более сложные команды, там, рядом, ко мне, фу. И мы в таких случаях все-таки рекомендуем рассмотреть взрослую собаку, у которой уже понятен характер, сформированы какие-то привычки и хорошие, да, и плохие. И уже понятно, что можно вот чуть-чуть скорректировать. И вот под ваш образ жизни эта собака, ну, подойдет, она спокойная, например, или, наоборот, она активная, если люди увлекают спортом, то есть вот для вас собака. А вот это вот воспитать щенка под себя, ну, немножечко, это вот иллюзия и задача, с которой не каждый может справиться. Отлично. Ну, а я предлагаю, кстати, посмотреть наше знакомство с очаровательной парой, человеком и собакой по кличке Белла. И вы узнаете, что брать собаку можно и в полгода, и старше, и даже ходить с ней вместе на работу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В народе стала популярная версия причастности человека, однако есть еще десятки факторов, по которым щенки могут получить травмы и без участия злых людей. А потом добрые люди, так как у нас сейчас, наверное, входят в моду издеваться над животными, кто-то перерезал ей лапки, и она пришла к моему подъезду, к моей двери. Наверное, это было суждено нам все-таки ее забрать, так как это не одна собака у нас уже в семье. Муж мне говорил, что надо ее пристроить куда-нибудь, но у нас люди привыкли брать только породистых псов, и никто не понимает, что бездомные собачки тоже могут быть добрые, ласковые, тоже могут служить человеку, выполнять команды. Взяли себе, вылечили, откормили. Семья и супруг Екатерины думали, что вот-вот и пристроят Беллу. Полгода мы не могли, а потом уже, естественно, собака привыкла, но куда ее отдавать? И мы к ней привыкли, и она к нам. То есть, по сути дела, это член семьи стал ваш? Конечно, конечно, как же, мы не представляем, как мы сейчас будем без нее, потому что мы как единое целое, она нас встречает, она нам радуется, мы также ей радуемся. Ну и я думаю, что будет пустота, если ее не будет. Так Белла и стала полноправным членом семьи. Постепенно начали приучать к машине. Надолго поначалу оставлять ее дома не могли. Иногда Белла по молодости хулиганила. Так однажды Екатерине пришлось взять ее с собой на работу. Да не куда-нибудь в отдельное стоящее место, а в самый настоящий многолюдный офисный центр. Первый раз, когда мы зашли туда, потому что я даже не знала, как отреагирует охранник, ну, как-то мы зашли, она зашла сразу порядочно, рядом, села, как ей все сказало, выполнить. Она села рядом, выполнила, и люди окружающие стали понимать, что она безопасная, что она именно умная собака, дрессированная, так сказать. И все, ой, она у вас, наверное, типа призер какой-то. Я говорю, ну, как, не призер, но просто мы учимся, ходим в школу, и, соответственно, она у меня такая умная. И многие мне вовсе говорят, какая у вас умная собака, а мне прям гордость берет за нее, что она такая у нас молодец и выросла. Многие сотрудники офисного центра уже знают, на какой этаж поднимается Екатерина с Беллой и в какой офис. Катя, сходи. Вот здесь вот мы и трудимся. Некоторые сотрудники из разных компаний и организаций на их этаже даже приходят поздороваться с Беллой. Когда вы увидели человека с собакой в офисе, здесь по коридору ваше первое впечатление? Сначала удивилась, а потом познакомилась, и оказалось, что это очень приятный человек, и особенно животное, которое у нее находится, самое доброе. Собаку воспринимают очень хорошо, положительно, как своего сотрудника. Екатерина уверена, что Белла не последняя собака в их семье, но об этом думать еще рано. Она надеется, что Белла проживет с ними еще как минимум лет 10, а там время покажет. А пока главная забота с Беллой – закончить курс социализации и обучения в кинологической школе. Я здесь недавно наткнулся на изречение, оно авторское, автор Мардыхай Сигал. Ну, наверное, не тот, который киноактер. Не совсем разобрался, кто он такой, вот этот автор, но фраза мне очень понравилась. Возможно, выбрать родственник, выпадая человеку, только один раз в жизни, когда он заводит собаку. Вопрос. Разговаривая с людьми, я часто слышу такую фразу. Вот над собакой издевались. Но ведь есть 245-я статья. Давайте аккуратненько пройдемся по этой теме. Насколько часто ее применяли или не применяют эту статью? Ее применяют, удается применить, крайне редко, потому что часто нет свидетелей, недостаточный уровень экспертизы, чтобы что-то доказать, какое-то именно издевательство. Но есть такой момент, что это преступление должно быть совершено из хулиганских побуждений, что тоже крайне бывает сложно доказать. Ну, и не всегда у органов правоохранителей есть желание разбираться в этой ситуации. Сейчас уже нет, но вот раньше, лет пять назад, было огромным достижением вообще подать заявление по этой статье. Ну, понятно, потому что есть очень много дел своих, которые здесь людей надо искать и так далее. А здесь еще вот как бы собаки. Но, тем не менее, это же происходит, и надо все равно как-то решать именно вот с применением этой статьи. Ну, сейчас немного меняется ситуация. То есть даже некоторые дела доходят до суда, но это единичные случаи по Самарской области. Это единичные случаи, и не всегда они заканчиваются успешно, потому что, опять-таки, свидетель или там, если это близкий родственник стал свидетелем, он потом отказывается от своих показаний, судей не хочет подставлять там своего близкого человека. При этом он не понимает, что этот человек с садистскими наклонностями, он потом может ему причинить. Ну, да, да, как был случай, когда на Управленческом, там, несколько лет назад, по-моему, лет пять назад, когда так же ходили все за мужчиной, там, предупреждали, предупреждали, он потом взял свою соседку и запрынул. Поэтому пока редко, крайне редко, но мне хочется верить, что будет расти практика применения, не то, что будет расти число случаев жестокого обращения, нет, а что именно практика применения этой статьи будет как-то уровень правоохранительных органов в этом направлении расти. Амаль, скажите, пожалуйста, сколько собак за последние хотя бы два или три месяца взяли из вашего приюта? – Порядка семнадцати собак. Это немного раньше мы такое количество пристраивали, ну, за более короткий период, то есть как-то вот со временем стало сложнее пристраивать. Ну, может быть, мы уже особачили всю свою, так сказать, аудиторию. – Да, да, может, да, уже слишком много, да, уже взяли собак из приютов и уже, как бы, ты желающих на них. – Ну, да, они, к счастью, живут долго, я надеюсь, счастливы, поэтому, да, как-то стало потяжелее. Ну, вот семнадцать собак, да, за три месяца нам удалось пристроить. И вот вы стали, да, свидетелем. – Получается, у вас, да, получается, у вас, допустим, вот сейчас сто собак минус семнадцать, и вы потом сможете еще семнадцать добрать? – Ну, примерно так, но сейчас мы стараемся уменьшиться вообще до восьмидесяти собак, ну, опять-таки, чтобы в вольерах было нормальное количество собак, там, не больше трех. То есть пока мы, если и принимаем, то это экстренные какие-то случаи, это там одна-две собаки в месяц. То есть пока мы принимаем, чуть меньше, чем отдаем. – А что делать-то? Как уменьшить количество собак на улицах? Вопрос, который я пытался задать вначале, но потом как-то мы перескочили с этой темы. Что делать? Отстреливать нельзя категорически все это нарушение закона. Что делать? – Ну, отстрелы, отловы и даже приюты – все это всего лишь борьба со следствием, не с причиной проблемы. Причина проблемы в том, что есть бесконтрольное размножение и разведение домашних питомцев, часть из которых остается невостребованной или выбрасывается на улицы. Я потом отдельно скажу, сколько хасок сейчас на улице брошенных. Это просто какое-то невероятное количество. Нужно законодательство приводить в порядок в первую очередь. – Ну, хорошо, но есть же вот законодательство, что нельзя уменьшать, нельзя их отстреливать, нельзя, да, но можно. – Это не уменьшает количество… – Может, все-таки где-то какую-то на каждую улицу бригаду поставить, чтобы их сразу, этих собак отлавливали и стерилизовали? – Это, вы знаете, вот стоять с ковшиком у реки и вот пытаться вычерпать эту реку этим ковшиком. Пока не перекроешь эту реку, вода так и будет пребывать, пока не будет каждое животное зарегистрировано и закреплено за владельцем, чипировано, пока не будет там какая-то пропаганда стерилизации и мотивации людей стерилизовать своих питомцев, а не там свести кошечку для здоровья, так сказать, да, потом этих котят в коробочке в соседний подъезд. То есть вот обязательно регистрация, стерилизация и ответственность за выбрасывание. Сейчас нет ответственности за выбрасывание. Мы находим хозяина брошенной собаки, мы… Все, что мы можем сделать, это скажут, какой-то нехороший человек, да, ну там, другими словами. Все, вот без этого проблема не решится. Никак, никогда. Вот 10 бригад поставьте на каждую улицу. Понятно. Хорошо, ну а давайте теперь перейдем к следующей нашей теме. Это вот видеовизит, который мы сняли на территории вашего приюта. Посещая и знакомить с приютами, с собаками, хочу сказать, что немало есть собак, которые действительно достойны новой и хорошей жизни, тепла и уюта. В наше непростое загруженное работы и заботами время. Собака помогает легче перенести стресс, избавляет от одиночества. И самое главное, помогает своим хозяевам быть в тонусе и физической форме. Старая народная крылатая фраза. Боги не засчитывают время жизни, проведенное на прогулке с собакой. Итак, видеовизитки. Это породистый пес из клана бельгийских швейцарских овчарок, о чем свидетельствуют документы на его прямых предков, маму и папу. Арчи 7 лет. Так получилось, что отдал его в приют сын бывшего владельца, который безвременно ушел из жизни. Дом продали, а в квартиру Арчи забрать не смогли. До приюта он содержался во дворе, но не на цепи. Возможно, квартирное содержание. Арчи достоин проживать вне стен приюта и ждет своего нового владельца. По нашим наблюдениям, испытательный срок 2 недели достаточно людям, чтобы понять, их это собака или нет. Ну и, конечно же, крупных собак, да и мелких, мы рекомендуем сразу везти на дрессировочной площадке к специалистам, к кинологам, инструкторам, чтобы они помогли и воспитать собаку, и научили людям понимать эту собаку, особенно у кого нет опыта содержания собак. Это очень полезно. Арчи ждет своего владельца в приюте «Надежда». Обращаться по телефону 8 927 604 44 84. Этот пес больше похож на бельгийскую овчарку. Зовут его Герц. Можно сказать, с самого детства, со щенячьего возраста он живет в приюте. Это чуть больше двух лет. Привык к вольеру, однако знает, что такое выгул на поводке. К людям относятся с большой симпатией. По характеру подвижный, больше безудержный холерик. Несмотря на это, нервные процессы уравновешены. Равны 50 на 50. Возбуждение равно торможению. Ему нужен человек, кто раскроет его потенциал, кто научит верить в себя, быть уверенным. Он занимался с инструктором некоторое время, поэтому он хорошо ходит рядом, хорошо ходит на поводке. Сам понимает, когда, если тянет поводок, возвращается, подходит к ноге, садится. Герц достоин покинуть стены приюта «Надежда» и обрести себе новый дом и хороших, любящих владельцев. Звоните по телефону 8-927-604-44-84. Пока мы знакомились с приютом, к его входу привезли собаку-метиста от совсем молодого пса по кличке Лучик. Ему около года. Последние два месяца на его долю выпали настоящие испытания. Попал под машину, в результате получил несколько серьезных травм. Перенес две операции и два месяца реабилитации. Ветеринарные врачи одной из самарских клиник вернули его к полноценной жизни. Сейчас он здоровый, он прям готовый к выписке. Абсолютно мы его поэтому возвращаем приюту обратно. Я думаю, что ему все-таки хозяев будут искать, потому что парень такой очень хороший, очень контактный, не агрессивный к человеку совсем. Лучик ждет своего нового владельца и достоин жить в хорошей семье с любящими его владельцами. Обращаться. 8-927-604-44-84-84. Одна из самых бегающих пород собак Хаски. Ей около полутора лет. Она потеряшка, найдена осенью прошлого года и все это время находится в приюте. Собака стерилизованная, привитая, чистенькая, обработанная от всех паразитов, от глистов, от клещей, готова к отдаче. И даже уже один раз ее убрали осенью из приюта, но вернули по независимым от нее причинам. У хозяев началась аллергия через два дня. Лавина ждет своего нового хозяина в приюте «Надежда». Обращаться 8-927-604-44-84. Ваши пожелания тем людям, которые еще не завели собак и тем людям, которые завели и вот куда-то хотят их пристроить, все-таки коротко прям. Тем, кто еще не завел собаку, я рекомендую подумать и подумать много раз, почитать, если вы хотите взять щенка какой-то породы, почитайте про эту породу, маленькие смешные таксы, совсем не смешные собачки, которые можно брать в компанию к детям. Это очень гордые собаки. Подумайте о своем образе жизни, как он изменится, готовы ли вы к этим переменам, готовы ли вы дать свое время, внимание, деньги, место в доме собаке. И кошке, в принципе, тоже, но они менее требовательны. Что касается тех, кто завел животное, возможно, не подумав, и теперь хочет от него избавиться, оно не выживет на улице. Многие, выбрасывая на улице, думают, что ну как-то оно прокормится. Нет, не прокормится. Скорее всего, оно погибнет, если его не подберет какой-нибудь приют и волонтер. Приюты все переполнены. Это то, что вы завели животное, это ваша ответственность и ваши проблемы, и вы должны ее решить за свои деньги, за свой счет, за свое время. Оно не виновата в том, что вы не рассчитали свои силы. Спасибо. Спасибо, Амали, за пожелание. Я думаю, что это пожелание дойдет до наших телезрителей. Ну, а наша программа завершается. Еще раз подумайте, посмотрите наши видеовизитки в социальных сетях. Очень много хороших собак, так называемых метисов, которых можно взять домой. Если вы... А еще есть у нас выставки, доброхвост проходят, они в торговых центрах практически каждую неделю. Можно не только в соцсетях посмотреть, но можно прийти и в живую увидеть всех этих собак и кошек. Ну, не всех, а тех, кого привезут на выставки, но их немало там бывает. Вот, отлично. Ну, и если вы надумали, звоните лично мне на сотовый 8-927-6-86-07-90, и мы поможем вам выбрать собаку. Дадим советы по социализации и адаптации собаке, взятой из приюта.